есть москва столица нашей страны есть петербург северная столица а есть краснодар столица кубани и самый комфортный город для жизни в россии площадь краснодарского края составляет 76 тысяч квадратных километров пятый год подряд краснодар был включен в список российских городов самым высоким уровнем качества жизни главная улица города выглядит как большой парк здесь нетрудно найти экологически чистые продукты и всего за пару часов на поезде можно добраться до пляжей черного моря друзья привет мы сегодня с вами делаем обзор на город краснодар и наверное самое важное знаковое место достопримечательность краснодара которую нужно посмотреть это конечно же стадион краснодар и парк футбольного клуба краснодар парк краснодар парк галецкого как хотите так и называйте и именно про этот парк я сделал отдельный выпуск поэтому подписывайтесь обязательно на канал смотрите и следующий за выпуском про город краснодар будет именно отдельный выпуск про парк про стадион потому что реально здесь очень круто именно отсюда я значит стартую и хочу сразу же отметить что про город я снимал материал в течение месяца но как бы до два дня всего месяц назад и сейчас поэтому вначале можно видеть когда кадры где нет никакого снега а сейчас уже выпал снег сейчас у нас декабрь и уже лежит снег также хочу заметить ребята что в краснодаре я некоторое время жил и учился учился в кубанском государственном университете поэтому город я знаю достаточно неплохо я учился в 2004 году город конечно же изменился город конечно же изменился я не был в краснодаре уже около пяти лет появились новые объекты не изменились пробки пробки как были так и остались конечно же в городе большое количество интересных красивых мест где можно погулять походить очень круто в летнее время когда все гуляют ну конечно же когда не 40 градусов потому что здесь краснодаре бывает жара неимоверная вот за что спасибо отдельное галицкому то что здесь в парке очень много количества разного рода фонтанов воды где можно посидеть отдохнуть водички поплескаться это круто еще очень большой плюс у краснодара то что здесь до моря буквально полтора часа до сочи конечно и до олимпийского парка отсюда вы не доедете до олимпийского парка до красной поляны вы не доедете быстрее чем за пять часов то есть быстрее только на самолете поезд тоже все равно у вас уйдет часа четыре по-моему я на поезде не ездил не знаю вот но краснодар это такая как бы точка который может быть перевалочным пунктом при поездках в крым или при поездках в сочи поездка в закута архиз если вы хотите покататься на лыжах пересекая улицы и по сей день можно встретить вывески с надписью екатеринодар это старое название краснодара что буквально и означает подарок екатерины на самом деле это было две катерины которые так или иначе связаны с городом екатерина великая которая передала эту землю казакам чтобы они построили там форт и святая екатерина александрийская покровительница города стремясь стереть императорское прошлое екатеринодара в 1930 году сталин переименовал его в краснодар а сейчас я нахожусь на улице красная это центральная улица города краснодара правда тут не все так красиво и проходит она значит от авроры это знаковое место кинотеатра собственно говоря сама и до екатерининского сквера ну точнее наоборот она от екатерининского сквера тянется сюда и особенность этой улице еще в том что во первых она самая красивая здесь магазины здесь рестораны протяженностью но идти вы будете по ней час наверное она не вся но ее часть от екатерининского сквера каждый выходные перекрывается и по этой улице можно гулять она становится полностью пешеходной и вы по ней гуляете что я сейчас обратил внимание меня здесь не было ну как я уже сказал лет пять и аврора аврора она находится на реконструкции то есть там все перегородили и вот сколько я себя помню здесь постоянно что-то делали и до сих пор она не доделано вы понимаете но честно говоря для меня это странно ребята краснодарцы если вы знаете вообще что здесь делается когда это будет готово напишите нужно интересно потому что слишком как-то давно по моему все здесь реконструируется ну хотя не час не похоже что там какие-то работы ведутся мы просто все гаража но разрисовано граффити и все ребята чем прикол на улице красной здесь вот в районе авроры идет дорога и значит тротуарчики идут подходят к дороге но нет ни пешеходного перехода ничего как бы тротуарчик ведет к дороге а дальше все он обрывается и пешеходных переходов нет на протяжении ну наверное километра здесь и я наблюдаю тут люди просто как бы перебегают дорогу ну камон что надо сделать конечно вам обязательно порекомендуют к посещению святоекатерининский кафедральный собор который является главным храмом екатеринодарской и кубанской епархии это один из самых больших храмов россии его строительство длилось 14 лет среди современных достопримечательностей стрит-арт рисунок на стене парковки ци арбат граффити начинаем погружение которое создавалось неделю и составляет 520 квадратных метров памятник шурику и лидочки он установлен напротив политеха а конспект в руках героини может прочитать любой желающий памятник кошельку на пересечении улиц гоголя и красноармейской то место куда приходит подзарядиться финансовой энергетикой памятник собачкам на пересечении улиц красной и мира 1926 году город посетил поэт владимир маяковский ночью под окнами его дома бездомные собаки устроили шумную потасовку поэт не спавший из-за их возни всю ночь назвал краснодар собачкиной столицей краснодар ребята всегда страдал от пробок поэтому если вдруг вы задумали быстренько проехать в ехать в краснодар и уехать из него проскочить как говорится то скорее всего у вас это сделать не получится здесь но это количество людей которые проживают которые приезжают сюда на работу просто недостаточное количество дорог и здесь ну как мне кажется ничего не делается для того чтобы улучшить как-то дорожную ситуацию во первых машины припаркованы как кому хочется я даже спрашивал ребята там вот вы поставили машины машины стоят а потом стоят еще машины вторым рядом заезжают на тротуары многие паркуются и я спрашивал по поводу эвакуаторов но мне сказали что тут с эвакуаторами тоже проблема то есть эвакуируют машины но это не так часто как в москве поэтому многие как бы на свой страх и риск бросают машины в неположенных местах а вот смотрите второй ряд еще в краснодаре конечно просто гигантский частный сектор то есть есть центр есть многоэтажки и все это разбавлено одноэтажными и двухэтажными домиками буквально два квартала от центра все это везде частный сектор и прикол в том краснодаре что ты будешь примеру проходить у тебя будет какой-нибудь люксовый магазин там ванн по полтора миллиона а напротив будет стоять халупина с забором таким цветом консервной банки это для краснодара вообще нормально а